Добрый день, меня зовут Екатерина Хокина, я менеджер компании Арифлейм. В компании я уже полгода, мой уровень 12-й. Мне здесь очень нравится развиваться с компанией, участвовать в различных мероприятиях, просто находиться как бы частью чего-то целого. Катя, скажи, пожалуйста, как началось твое сотрудничество с Арифлеймом? Мое сотрудничество получилось необычно. Дело в том, что мой знакомый работал здесь, и в один прекрасный день, просто с ним за компанией, я поехала к одному из знакомых его. Как потом оказалось, знакомый был директором настоящим, и просто в такой домашней обстановке мне была проведена презентация. Возможности меня заинтересовали, директор также показался человеком, да уже достигшим чего-то, и это уважение, может быть, хорошее отношение сыграло очень большую роль. Возможности мне понравились, я здесь осталась, не жалею об этом. А ты сейчас чем-то еще занимаешься, учишься где-то, детей, может, воспитываешь, внуков, внуков? Еще рада пока, но я учусь в институте авиационно-технологическом, на инженера-технолога ракетных двигателей, сейчас перехожу на третий курс. Как тебе удается совмещать, расскажи, вот, немножко учебу вместе с работой в реформе? Ну, я учусь на длинном факультете, поэтому это так несложно оказывается. Многие считают, что наоборот, очень сложно. Нет, я считаю, что если правильно распланировать время, то все можно успеть. Даже свободное время достаточно много остается. Поскольку учеба в первой половине дня, вторую можно посвятить созданию карьеры. Ну, вот расскажи, например, вот твой день. Ты проснулась? Да, проснулась, потянулась, с хорошим настроением пошла в институт. Значит, после института поехала в офис, провела какие-то мероприятия, презентации. Приезжаешь домой для того, чтобы учеба не отошла на второй план, повторяешь что-то по лекциям и так далее, чтобы это все не забылось. Ну, все с хорошим настроением, ложишься спать, знаешь, что уже будет на следующий день. Какие-то звонки, да, наверное, успеваешь еще делать, да, вечером? Да, вечером принимаю звонки от людей из моей структуры, мы с ними обсуждаем все, что прошло за этот день. Делаем план на ближайшие дни, недели, там, на каталоге. А кто твои люди? Это твои знакомые, друзья или незнакомые? Где ты пишешься? Ну, в основном мы работаем также со списком знакомых. У меня есть люди из моей группы из института, а также люди незнакомые по листовкам, по объявлениям, приезжающие сюда, которые также заинтересовались в одной стене Reflate. Катя, вот скажи, пожалуйста, наверняка есть какие-то книги, которые повлияли, да, может быть, на тебя, которые, потому что сколько тебе лет? 18 лет. 18 лет, ну, не каждый человек так мыслит, как ты, я тебе хочу сказать. И наверняка это ты не сама до этого дошла, да, были какие-то или люди, или события, может быть, в жизни, или книги, которые поспособствовали тому, чтобы ты стала такой, как ты сейчас делаешь. Да, ну, с компанией всего полгода, могу сказать, что за это время я очень изменила свое мировоззрение, я, на мой взгляд, изменила лучшую сторону. И, ну, не говоря как бы о нашем высостоящем директоре, это Нарелом Максим, которому я очень благодарна за многие мысли, которые благодаря нему пришли в мою голову. Также я хотела сказать про книгу «Боробина шаг». Это 8 ритуалов для руководителей с перспективным видением от монаха, который продал свой Феррари. Вот, это очень интересная книга, она во многом привернула, как бы, мое мышление, когда я ее прочитала. И многие моменты меня, в общем, зацепили, и самое главное, это одна из немногих книг, которые читаешь и переводишь сразу на себя. Переводишь на свою структуру, на свою семью, сразу делаешь какие-то... Кать, ну, расскажи, ты так говоришь, что прям такая колоссальная разница между тем, что было до Арифлейм и после. Ну, вот расскажи хотя бы до Арифлейм краткое описание тебя со стороны, например, и вот сейчас какая-то. Нет, ну, как бы, я считаю, что я, в общем-то, всегда была таким человеком общительным. Но до Арифлейм большая разница была в том, что, во-первых, только сейчас я поняла, как много времени у меня уходило непонятно на какие вещи, которые много времени... Ну, например. Ну, например, сейчас за то время, которое я тратила на гуляние, да, на походы в кино. А то там подробнее. Гуляния, походы в кино, что еще? Там занятия спортом, плавание. А что, ты сейчас не занимаешься спортом и не ходишь в кино? То люди подумают, что вообще монашкой стала. Нет, я хожу, но просто некоторое время привожать, там, за телевизором и так далее. Сейчас я за это время успеваю гораздо больше. Нет, я хожу в кино, я общаюсь с друзьями, но я также могу планировать свой бизнес, свое сотрудничество с Арифлеймом. Как тебе это удается? Расскажи про планирование. Про планирование я хочу рассказать о том, что мы составляем такой индивидуальный график работы на неделю с людьми. Верховные столбики располагаются в дни недели, даже к недельнику по воскресенью вертикально располагается время. И по времени, по часам уже можно с человеком планировать его день, его неделю. Например, когда приходит человек новый к нам в компанию, прошел презентацию, и тут же начинается вопрос по поводу того, возможно ли это совмещать с учебой. Конечно, это возможно. Для этого достаточно просто составить такой график. Если человек учится, допустим, в первой половине дня, то тут же сразу отсекается время, которое он тратит на учебу, и планируется, что он будет делать каждый день. Когда назначается презентация, когда нужно время на отчет, на встречу с менеджером, это очень эффективно, и также в графике на неделю составляется план на каталог. Когда человек видит, на какой уровень он может выйти за этот каталог, чего он может достичь, если будет активным, это его очень сильно мотивирует и приносит такие очень хорошие результаты. Спасибо. Кать, а вот скажи, что для тебя Арифлейн? За что ты любишь Арифлейн? Я люблю Арифлейн за то, что ко мне вернулась мечта, когда я сюда пришла. То есть когда... Какая тебе мечта? Нет, в принципе, само умение мечтать. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю много, мечтаю создать здесь карьеру, мечтаю заниматься тем, что я люблю. Мечтаю много путешествовать, иметь свой загородный дом, чтобы мои дети ни в чем не нуждались, естественно. Просто мечтаю как бы... Потому что сейчас я затрачу много сил, усилий, которые мне так же приятны, но вторую половину жизни, скажем, я смогу провести им свое удовольствие, зная, что я оставила какой-то свой след и не впустую провела свое время. Кать, какой у тебя девиз по жизни? Какая может быть фраза или может быть какое-то изречение для тебя близко, чья-то позиция близка? На самом деле очень много таких позиций изречений, но если можно, я это читаю из книги, мне очень понравилось. В Робин и Шарма там было такое изречение, то что не рассчитывай, что другие станут тем, чем ты не желаешь стать сам. То есть тебе нужно стать примером, которому будут люди подражать, и ты никогда не изменишь другого человека, не изменившись прежде сам. Вот это мне очень близко, я считаю это на 100% верно. Кать, ну я думаю, что ты уже завоевала несколько тысяч молодых сердец, которые сейчас на тебя смотрят. Вот какое-то может быть опустие, какие-то слова, которые ты хочешь сказать людям, которые только-только начинают, еще очень сильно сомневаются, там получится у них или нет. Вот что ты можешь им сказать, чтобы вот у них действительно получилось? Мне кажется, главное, это просто нужно верить в себя, нужно верить в свою мечту, создать себе такую четкую картинку идеального будущего, к которому вы стремитесь. И если это будет действительно четко, это будет действительно мечта, вы обязательно к ней придете, Али Флейм вам в этом 100% поможет. И просто делая какие-то несложные дела, каждый день приятные, вы обязательно достигнете того, чего вы хотите. Спасибо.